Доброе утро всем! Вы просто посмотрите на эти просмотры у меня в тиктоке. Вчера выложила видео, уже 400 тысяч. До этого видео миллион двести. Вообще посмотрите на эти просмотры. Миллион. Красота просто. Недавно создала тикток, вот буквально дней 10, наверное, и уже 40 тысяч подписчиков. Почему-то, когда я говорю, мне никто не верит, но я вам всегда говорила, что в тиктоке очень-очень легко набрать аудиторию. Это не ютюб, чтобы в ютюбе полмиллиона просмотров было, это что надо сделать просто. А в тиктоке просто закидываешь что угодно, миллион, полмиллиона, так что все очень просто. А мое сегодняшнее утро начинается не с завтрака, а с монтажа. Наверное, завтракать я буду параллельно, монтирую, чтобы не терять время на это. Мама, например, написала текст. Я сейчас должна его озвучить, смонтировать ее кулинарное видео. Потому что на мукбанке я кушаю салат, ссылку на который уже должна быть на Айкуке. В общем, сейчас надо смонтировать все это. А погода просто кайф. Посмотрите, как ветерочек дует, такой холодный, прям приятно. В целях экономии времени мой завтрак выглядит вот так. Черешня. Я ее просто обожаю, она очень сладкая. И кофе. Я хотела сделать кофе с мороженым, который рецепт вам показывала. Но, к сожалению, мороженого не было. Пришлось вот так. Ждем пока скинется и быстро надо смонтировать. Ну что, наконец-то видео у меня готово. На все про все ушло 2 часа на это видео. Вы просто посмотрите, какие-то пули мама купила себе на лето. Ну не стиляга, мать. Красивые, да? Реально мне очень нравятся. А сейчас просто со скоростью света я делаю себе макияж. Потому что надо сейчас снять мукбанг. Я заказала себе роллы. Мне очень захотелось. Я решила себе не отказывать. А еще я просто кайфую от своих ноготочков. Показала вам в истории. Все говорят, что это за черная штучка. Это маркер у меня растекся. И это не отмывается. Макияж у меня уже готов. Можете меня поздравить. Мамин кулинарный канал прошел проверку. И наконец-то у меня будет не 2 серебряные кнопки, а уже 3. Ура! Я реально очень рада этому. Наконец-то будет 3. Но я, если честно, мечтаю о золотой. Я думаю, что на моем бумажном канале будет золотая кнопка. Если я буду часто снимать туда контент. И я хочу поставить перед собой цель. Как раз-таки взять золотую кнопку. Мне прям очень хочется. 3 серебряные это, конечно, хорошо. Это, конечно, очень приятно. Но хотя бы одну хочется золотую. Я думаю, где-то за год я должна это сделать. Вот прям поставить перед собой цель. Снимать контент. Я знаю, что если я буду снимать туда много контента, у меня это по-любому получится. Потому что каждое новое видео дает мне новых подписчиков. Вот. Когда я загружаю видео, где-то тысячу, полтора, полторы тысячи ко мне подписываются. А когда нет видео, это 400-500 человек. Поэтому надо снимать как можно больше видео. Я буду стараться все это делать. Хотя я обещаю, потом не получается. Но я буду стараться. Наконец-то мне пришли роллы. Посмотрите, как красиво нарезали. Вот какой красавчик это нарезал. Вот так ровно. Какой-то новый сет. Мама говорит, ну они специалисты. Ну нет, я заказывала в разных доставках. Ну вот так, чтобы ювелирно. Нет, молодцы, реально. Сейчас будем это все кушать. Надеюсь, что они не сильно острые. Разложу сейчас красивенько. И вы, скорее всего, мукбанг уже, наверное, видели. Я потому что мукбанг сразу выложу. А влог будет на следующий день, наверное. Я сначала поменяла фольгу. Затем все это аккуратненько разложила. Выглядит очень классно. Быстренько надо снять мукбанг. А потом мне надо спортзал. Реально очень неохота, но нужно идти на тренировку. Я вроде все собрала. Взяла с собой бутылку. Мне, кстати, надо купить себе какую-то бутылку вроде MyBottle. Помните, раньше были на Алиэкспрессах, продавали. Что-то такое надо купить. В общем-то, я вроде все взяла. Осталось наушники запихать. Наверное, снимать тренировку я вам не буду. Потому что до этого в прошлом видео я вам снимала. Вот, поэтому камеру, наверное, брать не буду. Какие-то кусочки, может, на телефон сниму. Обязательно всегда беру с собой блеск для губ. Всякие резиночки. Вот это все сюда. В общем, я уже готова. Иду на спорт. Сумку тоже собрала. Не могу сказать, что пока что я иду на тренировки с таким кайфом и желанием. Я просто понимаю, что для поставленной цели обязательно нужно работать над собой. Собственно говоря, этим я и занимаюсь. Стараюсь не пропускать тренировки. Вот такая вот у нас раздевалка. Я уже здесь, на месте. Единственный минус этой раздевалки заключается в том, что дверь прямо напротив этих ящичков. И она периодически открывается. И ты переодеваешься и думаешь, блин, сейчас кто-то зайдет. Вот это, конечно, небольшой минус. И как всегда, моя тренировка начинается с беговой дорожки. Это такая разминочка, а потом уже все остальное. Я просто в убитом состоянии. Вы видели меня даже такой. А внизу там у нас свадьба какая-то супер шикарная. Там где-то 10 геликов. Короче, там супер дорогие машины. Не знаю, кто женится. Кто живет у меня во дворе такой олигарх. Я не знаю. В общем, я пришла со спортзала. Тренер недоволен моим поведением. Он считает, что такими темпами успеха можно добиться. Сэй, через лет 10. А мне реально очень сложно. Мне реально сложно делать то, что он говорит. Я не то, что симулирую, что мне больно. Что я не могу сделать эти упражнения. Реально мне очень сложно. А еще знаете, на что я обратила внимание? Почему-то у нас в спортзале, там есть и капалы, которые ходят вместе. А в общем, если взять, например, парней, все такие маленькие, ростом, все метр шестьдесят, метр шестьдесят, два, максимум метр семьдесят. То есть большинство парней ниже меня ростом просто. Давайте я вам немного засниму. Правда, они уже все уезжают. Только бы не уронить камеру с трясущимися руками. И здесь соседка моет окна. А сейчас я должна взять себя в руки, привести себя в порядок, пойти еще раз искупаться. После тренировки я купаюсь, но я голову не мою, поэтому сейчас мне надо пойти помыть голову, выбрать, что же я надену. И мы сегодня вечером увидимся с подружкой. Так как у нас сегодня погода прохладная, я решила надеть вот такой вот костюмчик, который я заказывала Шейна, с кроссовками. Я думала между брюками и этим костюмчиком я остановилась на нем. А брюки вот эти вот. Мне они тоже очень нравятся. Они классно сидят. Можно в них, конечно. Или платье какое-то. Хотя в платье мне, наверное, будет холодно. Обязательно лифтовук. Вот такой у меня прикид. Я все-таки решила надеть длинное платье. И вот такую вот обувь. Раньше, когда я была где-то в 10 классе, я обожала каблуки, постоянно их носила. А в последнее время я даю предпочтение только удобной обуви. Бабушка Айка. Гуляя с подругой по торговой, мы обнаружили, что в очень многих магазинах сейчас скидки. Я не знаю, с чем это связано. Вроде бы ни конец сезона, нет никаких праздников. Почему скидки? Непонятно. Но мы решили этим воспользоваться. Как раз моей подруге нужна была сумочка. И мы зашли посмотреть сумочки. Мне очень понравилось вот это. Но я просто уверена, что если я ее куплю, приду домой, мама мне скажет, что за бабулевский вариант. Хотя мне нравится. Такая утонченная классика. По мне смотрится очень даже ничего. Также мне очень понравилась вот эта сумка. она была достаточно тяжелая. Я люблю, когда сумки тяжелые. Кстати, моя сумка, которая сейчас у меня с собой, тоже из этого же магазина. Это Popio Gallery. В принципе, мне качество сумок здесь нравится. Также мне приглянулась эта модель. Стоят здесь сумки плюс-минус 100 монат. Вот так вот скажем. Это 5000 рублей российских. Просто настолько крутая погода, что мы решили, прежде чем пойти где-то посидеть, вот как эти романтичные люди с подругой посидеть на берегу моря и поболтать, помечтать. У меня просто такой усталый вид, измученный. Но ничего. В общем, у меня подруга сказала, что в море у нас есть измол, который недавно открылся, но здесь никогда никого не бывает. Давай пойдем туда. Вот мы пришли, мы с дыркой галитей, мне сказали, что мой заказ будет готов через полчаса 40 минут. Так получилось, что мой заказ будет готов через 20 минут, а у подруги уже все готово. И прикиньте, она не кушает, ждет меня. Это так мило. В конце я подождала 15 минут, потом пришла просить свой заказ, мне его отдали. Я уже почти доела и показываю только сейчас вам. Мне, короче, не очень понравился этот береги. Не супер вкусный. И такая картошка необычная у меня с какой-то приправой. И колу я взяла. Ну так себе, знаете, не вау, если честно.